Всем привет! О самых интересных событиях этого дня расскажу тебе я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. Традиционный нефтяной саммит стартовал в Бугульминском районе. Совместить несовместимое талантливый музыкант дополнил квантовую физику искусством. Воплотить мечту в реальность, как наш канал помог в исполнении мечты 8-летнего мальчика. Традиционный нефтяной саммит стартовал в Бугульминском районе, где нефтяники и ученые нефтегазовые отрасли представили президенту Республики Татарстан достижения в цифровизации добывающих технологий. Подробнее в следующем сюжете. 12 июля в поселке Карабаш Бугульминского района стартовал традиционный нефтяной саммит Республики Татарстан. На его полях представители профильного бизнеса и ученые, чьи исследования лежат в области нефтегазовых технологий и нефтехимии, под председательством Рустама Мениханова обсудили будущее добывающей отрасли Республики. Казанский федеральный университет, как один из крупнейших научных центров региона, развивающих нефтегазовое дело и нефтехимию, на саммите представил ректор Казанского федерального университета профессор Ильшат Гафуров, продемонстрировав президенту Татарстана и другим высокопоставленным гостям встречи технологические достижения университета. В частности, внимания зрителей удостоились разработки ученых стратегической академической единицы «Эко-нефть», инновационные катализаторы для добычи сверхвязкой нефти, а также технологию 3D-моделирования цифрового месторождения. Большое внимание на саммите уделили стратегии развития компании «Татнефть». Ее главным акцентом стал переход к освоению труднодобываемых углеводородов, а потому особо подчеркнули необходимость более глубокого взаимодействия с наукой. Напомним, что Казанский федеральный университет является одним из ключевых научных партнеров компании, не только снабжая ее квалифицированными кадрами, но и сопровождая проекты «Татнефть» с точки зрения проведения сопутствующих исследований. Арина Михайлова, Универньюз. Казанский федеральный университет уже подано более 50 тысяч заявлений. В следующем сюжете ты узнаешь свежие новости о статистике приемной комиссии Казанского университета. Приемная комиссия Казанского федерального университета ежедневно принимает большое количество заявлений на различные институты и факультеты. На сегодняшний день в университет уже подано более 50 тысяч заявлений. В том числе оригиналов подано 5200, включая очно-завочное, магистратуру, бакалавриат, специалитет на все формы подготовки. Больше всего подано оригиналов в Институт управления экономикой и финансов. На втором месте Институт филологии и межкультурной коммуникации 445 оригиналов. А также Институт психологии и образования, где собрано 421 оригинал на бюджетную форму обучения. Ознакомиться с результатами прошлого года можно на сайте kpfu.ru в разделе «Приемная комиссия. Итоги приема». Там можно будет найти проходные баллы, поступивших в 2016 году. По сравнению с 2016 годом статистика аналогична. То есть мы идем по динамике на уровне прошлого года. Торопись, ведь остается все меньше времени для подачи заявлений. Свою работу приемная комиссия завершит 26 июля. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Инженеры Казанского университета продолжают эксперименты с квантовой памятью и музыкальными инструментами. Наш корреспондент уже узнал, насколько удивительно переплетаются физика и музыкальное искусство. Узнаете и вы. Свет в окне одной из лабораторий Инженерного института КФУ можно увидеть всегда. Ежедневно и до позднего вечера здесь кипит большая научная работа. Например, разработкой резонаторных антенных, а также сверхвысокочастотных систем занимается Кирилл Петровнин, аспирант третьего курса обучения. Он же участник большого проекта по созданию квантовой памяти, над которым трудятся ученые КФУ, Кнетука имени Тополева и Кафты имени Завойского. Задача Кирилла в проекте довольно ответственная, а именно создать чувствительную, мультирезонаторную, или, говоря простыми словами, более скоростную и оперативно работающую, установку для экспериментов с квантовой памятью. Мы можем собрать ячейку квантовой памяти, которая будет отличаться от просто ячейки для хранения радиоволны, потому что множество ячейок, волна будет распределяться так же, как примерно в атоме, если проще говоря. Там разработчик любит шутить, что ему приходится исследовать сигналы, чье поведение практически загнан на ячейку. Ну, потому что если у нас имеется, собственно, ячейка квантовой памяти, и мы туда посылаем радиоимпульс, он имеет свойство храниться некоторое заданное время, которое позволяет ему данная ячейка. И так получается, что этот импульс, вот это время молчания, время хранения, он получается как бы загнан в ячейку. Кирилл изучает шепчущие галереи, с энтузиазмом проектирует мультирезонаторные системы, которые будут работать с так называемыми шепчущими галереями. Обычно шепчущие галереи называют помещение, где звук проходит вдоль стен, но не слышен в другой части здания. В Казани есть такая шепчущая галерея, причем она является одним из любимых мест горожан. И известна она как арка влюбленных, которая находится в парке Черное озеро. Там волна существует очень долго. Два собеседника стоят по разные стороны этого купола, получается, в виде полусферы. Если они говорят друг другу прямо, буквально через рупор, они друг друга будут слышать хуже, нежели когда они будут говорить без рупора, а просто вдоль стенки. Я бы хотел у нас вот такие системы попробовать развивать, потому что на вот таких очень хороших резонаторах, которые будут, на модах шепчущей галереи, можно строить различные штуки, которые могут применяться и в радиоастрономии, в космонавтике. Как выяснилось, интерес к акустическим эффектам не случайен. С детства Кирилл увлечен музыкой. Удивительным образом в жизни молодого ученого переплелись в едино искусство и наука. Каждый из нас о чем-нибудь мечтает. О хорошей машине, квартире или поездке на море. У детей тоже есть свои желания и мечты. Одна из них смогла воплотиться благодаря проекту «Мечтай со мной» и каналу «Универтовые». Наша съемочная группа пообщалась с маленьким мечтателем. Все подробности смотри далее. Пожалуй, у каждого из нас в детстве была мечта. Мы хотели стать космонавтами, врачами, полетать на воздушном шаре, съесть килограмм мороженого и еще много-много всего. Кому-то удалось воплотить свои желания в жизнь, а для кого-то они так и остались мечтой у детства. Проект «Мечтай со мной» воплощает в жизнь желания детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями. Ведь хорошие эмоции, новые впечатления от исполнения заветного желания только положительно сказываются на здоровье таких детей. Благодарительный проект «Мечтай со мной» начал свою историю в 2014 году, когда еще в рамках некоммерческой организации «Наше дело» мы столкнулись с желанием девочки Нади, которая была опасная для жизни болезнь. Она хотела съесть за штурвал самолета. Тогда нам казалось, что это все нереально, но мы смогли найти ресурсы, и при нам очень много людей и компания пришли на помощь, и мы все-таки смогли посадить ее за штурвал самолета. И когда мы видели просто счастье в глазах этой девочки, мы подумали, что было бы здорово перенести это все в большой проект. За два с половиной года благодаря проекту осуществилось более 20 желаний детей. И когда ты видишь эти глаза, которые полны счастья, радости и воспоминаний от своего исполненного желания, тебе самому становится намного лучше, и ты понимаешь, что ты делаешь этот мир лучше. Раделю Хисамову 8 лет, и у него опасная для жизни болезнь. Его мечта – стать блогером, а в дальнейшем встретиться с Иваном Гаем. Я вообще хочу создать свой канал, но я не знаю, как. И сегодня тебе все расскажут об этом. Ну вот, сегодня покажем. Пойдем. А, давай, спускайся. Благодаря проекту «Мечтай со мной» и дуэту «Громкие рыбы» мечта Раделя смогла осуществиться. Тимур Исмаев и Кирилл Карамов сначала провели экскурсию по студии «Универт-ТВ», где рассказали Раделю обо всех тонкостях съемочного процесса. А после небольшого вступления ребята приступили к самому главному съемкам видеоблога. Радель полностью увлекся процессом и примерил на себя роль известного ведущего и блогера. Хай-хай, с вами Радель. Всем привет, это Радель и «Громкие рыбы». Поэтому подписывайтесь на канал Раделя. Думаем, что Радель покажет себя и будет снимать интересные видео, которые будут набирать миллионы и тысячи просмотров. Пока это только небольшой шаг в мир интернет-пространства, но кто знает, может быть через пару лет «Маленький мечтатель» станет настоящей звездой Ютьюба. Анна Глазунова, Роман Самарин, «Универт-Ньюз». На этом у меня все. Не пропускай свежие выпуски «Универт-Ньюз». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова